В Щелкове стартовал открытый чемпионат городского округа по мини-футболу. В нем будут играть более 50 команд, которые выступят в трех дивизионах Суперлиги, Высшей и Первой, традиционно самой массовой. В минувшую субботу на паркет универсально-спортивного комплекса Подмосковья вышли самые сильные команды. Это Подзембургас и Заря, обе из нашего городского округа, из Щелкова и из Загорянского. Футболисты только начинают разогреваться, тем более, что впереди самое интересное. В этом году чемпионат будет заканчиваться форматом плей-офф. Сильнейшие будут в конце повторно играть, что называется, на вылет. Напряжение в первом матче чемпионата чувствовалось с первых минут. Даже несмотря на то, что Подзембургас на протяжении первых и вторых 20 минуток ввел в счете, казалось бы, разгромным для Зари ее игроки в черных футболках. Концовка получилась интересной. Хотя итог матча и выглядел весьма убедительно 7-2 в пользу Подзембургаса, его капитан не скрывал, что соперник встретился очень непростой. Лучший нападающий и бомбардир прошлого футбольного сезона Андрей Рузавин остался доволен игрой своих товарищей по команде. В первую очередь, конечно, довольны результатом, удалось, так скажем, с запасом одержать победу, но все равно первая игра сезона тяжело, еще вкатываемся, сыгрываемся. После большого поля переходим на зал, поэтому, но в целом, все, в принципе, получилось довольно неплохо, ну и счет на табло, сам за себя говорить. Концовка игры была совершенно блестящей. Два гола, забитых зарей незадолго до финального свистка арбитра – очень серьезная заявка до будущего. Ну, мы тоже умеем играть в футбол, немножко мини-футбол для нас не тот формат, да, мы все почти из большого, и вот немножко 8 на 8 перестроились. А мини-футбол для нас очень немножко, так сказать, грубо говоря, далекий футбол от нас, но мы пытаемся, решили заявиться в этом году, вот, и будем пытаться навязывать борьбу. Мы пожелали обоим капитанам удачи во всех предстоящих играх чемпионата, тем более, что, скорее всего, их команды встретятся на паркете еще раз. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.